Всем привет, меня зовут Корней Террасов, вы находитесь на моём канале Корней Террасов Передозировка. Как вы помните, я на тёмном канале рассказывал всяких много историй о своей жизни и так далее, как я жил, какой вёл неправильный образ жизни и так далее, и как у меня были проблемы с полицией, с милицией, со всем далее. Но сейчас я вам хочу рассказать немного про детство, своё детство, что мы делали на самом деле в детстве. В детстве, блядь, были такие моменты, где вот я всегда никого не боялся на самом деле. Меня, мы ходили, знаешь, там с братом, ну идём там толпой, я, мой брат, там все, короче, идут со мной, идут там чуваки, короче, трое-четверо. Я подбегал к ним, короче, одному, бил в бубен, они меня начали запинывать, а хуяк, братва подбегала. И так всё время был, я этим человеком был, типа, меня даже называли, раньше был футболист Эрик Хаген, и меня мой друг Рома научил делать удар, такой Хагеном, его, правда, удар Хагеном, типа, отсюда замахиваешься, ну вот закиду по-огромному, это вот такое, и бьёшь, как Хаген. Футболист? Да. Футболист так бил? Эрик Хаген, он всегда скопался. Футболист пиздился. Потому что был лютый защитник Зенита, самый огромный, самый здоровый пиздатый защитник. И было ещё много историй, я всегда, на самом деле, дрался на улице, постоянно дрался со всеми. Меня, если сейчас называют цепным сом, то на самом деле, я раньше был ещё более цепной, и пил, сейчас я неадекватен, когда я, короче, не пью. Ой, сейчас я неадекватен, когда я пью. Но раньше мне даже пить не надо было, я не употреблял никакие наркотики, мне просто брат говорил, брат, иди разъеби его, там стоит человек. Я просто шёл и разъёбывал. Мы всегда ходили, там, футбол играли постоянно, в Овсянском садике, в Тавридском садике, в Некрасском садике, гоняли футбол. И каждая футбольная игра у нас заканчивалась дракой, потому что я специально на всех нарывался, короче. Мы ходили, знаете, грубо говоря, искали себе жертву. Идём, и мне брат говорит, вон там пацаны идут, иди, да ебись. Я там бегу до них, давай, там ТП, лохи его, ёлся, не стоят там, блядь, им лет, там, не знаю, по, допустим, 18-19, то есть, ну, такие уже, грубо говоря, крепкие парни, а мне лет, нахуй, 14-15, блядь. Я к ним подхожу, их, там, знаешь, человека 3-4, может стоять 5, нахуй. Я подхожу и начинаю, мы его лохи, 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 там, и начинаю от них съёбывать. Я съёбывал обычно на футбольное поле, но, чтобы вы понимали, там всегда все играли в футбол, каждый день, короче. Ну, и все были наши знакомые, старшие, не старшие, ну, и все, как бы, нас защищали, мы знали, что мы такие неадекватные. И вот я от них бегу, там, от пятерых этих бани, да мы тебе сейчас пизды, и дадим, я хуяк, я только забегаю, и со мной выбегает человек просто 20 уже таких нормальных мужиков по 25 лет, им кричит, эй, пидорасы. Тогда мы, кстати, бежали за ними, блядь, от Невского проспекта до, какой же, до улицы это, где главклуб находится, до Кременчугской улицы, короче, когда там уже все, грубо говоря, кто подбухивает, то есть, ну, можно до них доебаться. И доебались, короче, до каждого вообще, это были мужики, это были пацаны, это были младшие нас ребята, это были и дети, и, блядь, и старшие нас ребята, и ровесники наши. Мы доебались, короче, до всех, кого только можно было. Наша была цель задеть, чтобы наши ребята с толпой это, ну, нам помогли. Бывало даже такое, мы идем в пятером, это был я, Роман Типофеев этот, Михаил Леупокин, Артем и Артем Тарас. Короче, у нас четыре человека, еще были два китайца, это и Дима и Артем, вот не знаю, кстати, сейчас они пропали, когда с ним не общаемся. Вот нас было, получается, шесть человек, и мы нарывались на всех, кого только можно было. Вот видим жертву, все, нарывались. Там тоже были таких два брата, мы их называли китайцами, Дима и Тема, они тоже такие, знаешь, два отмороженных было. И мы им тоже, брат старший, как и мне, говорил, типа, лети. И тому китайцу тоже, Артему его, Дима говорит, иди с корнями вместе лети. И вот мы ходили с ним вдвоем, мы доебались до всего, чего только можно и до кого только возможно. И, кстати, никогда в основном пизды не получали, а если вдруг и получали, то не получали, потому что у нас была всегда за нами толпа, короче, и всегда мы были в своем саду, короче, как-то так. Не знаю, даже телка, я помню, как-то меня кусила какая-то, я доебался до телки, мелкий был. Она меня кусила, я помню, это как с детства, просто сюда кусила, мне ее не отпустить, я ей просто по ебальнику, там, у меня лет 12, я ей по лицу вот так вот хуярю просто и жестко. Она похуй, она все равно кусает, мне тогда реально чуть ли руку не откусила. Потом я, естественно, перед ней извинился, как она, ну, так как она была девочка. Она вроде не помню, там, знаешь, за своего там мальчика заступалась или что, но девочка, с одной стороны, молодец, что она с одной, что она заступается за парня, но с другой стороны, ты на парня заступаешься за парня тоже, бред. В общем, она меня кусает, я ебашу, ебашу, она все не отпускает и не отпускает, не отпускает, не отпускает, пока какие-то прохожие уже не пришли, там, с собаками, чтобы не попросили, типа, ребят, извините, но надо как-то это, блять, отпустить. А потом, смотрю, у меня рука, нахуй, была такая, чуть ли не пол, блять, руки откусанной, кожа. Она отпустила, но когда она меня отпустила, знаете, как бывает, господи, я ей сказал, слава богу, что ты меня отпустила, и еще раз ей наебашила, короче. Поэтому, парни, блять, слушайте своих братьев, своих близких и, пожалуйста, не пейте. Меня зовут Корней Тарасов, вы были на моем личном канале Корней Тарасов Передозировка, я вас всех люблю, всех обнял. Бум-бум-бум-бум. Блогеры, главная рекламная единица настоящего времени. В клубе Файт Про их как минимум трое, плюс каналы Труджим и Будемания, которые нас постоянно поддерживают. Ты можешь открыть клуб Файт Про в своем городе и стать нашим партнером. Присоединяйся. Ссылка будет в описании. Сейчас у нас особые условия на покупку франшизы клуба Файт Про. Вместе мы сильнее. Мы одна команда.